Еще одна вещь, о которой я очень хотел бы поговорить с вами, Дэвид, это о Вселенной и жизни в целом. Я знаю, у многих сложилось свое личное мнение об этом, но я действительно хотел бы узнать, в чем в вашем представлении, по вашему мнению, заключается главная тайна Вселенной? Главная тайна, я бы сказал, в том... Это не тайна в обычном ее представлении, поскольку люди знали об этом с незапамятных времен. Просто для массовой культуры эта тайна является тайной, потому что она утаивается от основной массы населения по причине того, что свобода, раскрепощение, которое дает тебе знания этого секрета, в смысле внутренней силы и восприятия самого себя и окружающей реальности, настолько мощная, что люди, даже небольшое количество людей... Правда, любое значимое количество людей, обладающих знанием этого секрета, было бы невозможно контролировать горстки серых кардиналов, как это происходит сегодня. И тайна состоит в том, что мы... Кто мы? Мы — безграничное осознание. Люди в ответ на вопрос «кто мы?» ищут его в форме тела, в чем-то осязаемом, том или ином. Нет-нет, просто представьте. Сознание. Просто осознание себя. И это сознание является безграничным, и это сознание присутствует во всем, будь это дерево, травинка, все что угодно. Это сознание присутствует во всем. Вопрос в том, каков уровень осознания, к которому ты имеешь доступ. И это определяется, я думаю, нашей точкой внимания этого осознания. Что я имею в виду, говоря это? Что я — это безграничное сознание. Все, что есть, было и когда-либо будет. Всевозможность. Люди говорят, что это значит, все, что есть, было и когда-либо будет. Это невозможно. Возможно, поскольку что я говорю. Я говорю «Всевозможность». А «всевозможность» означает что-либо что существует и не существует, что находится везде и нигде. Что является всем, что всегда было, есть и может быть. Вот что такое всевозможность. То есть мы являемся всевозможностью осознания. Дело в том, на чем сосредоточено внимание этого сознания в отдельно взятый момент. А тело — это линза, объектив нашего тела. Служит для фокусировки нашего внимания на очень крошечном диапазоне частот, называемом в науке видимым спектром, являющимся весьма узким. Он бесконечно малый, он просто смешной. Я имею в виду, что люди слепы по сравнению с тем, что даже по заявлениям официальной науки существуют за пределами этого самого видимого спектра. То есть тело является нашей точкой внимания, интереса. Но вы можете находиться в теле, в этом мире, в смысле вашего восприятия при помощи пяти чувств, в то же время быть вне этого мира, поскольку ваша точка внимания, будучи ограниченной пятью чувствами, она обязательно находится в этом состоянии, ведь в этом и состоит наше приключение. Попробуйте познать этот мир без пяти чувств восприятия. Это серьезный вызов. Попробуйте. Но вы постепенно расширяете свое сознание. Оно выходит за рамки пяти чувств. Это по сути понимание, что вы являетесь безграничным сознанием. Это означает, что вы находитесь в этом мире взаимодействуя с ним. И тело служит для... Понимаете, наше осознание в своем исходном состоянии не может... Я не мог бы взять этот микрофон, поскольку он принадлежит к совершенно другому диапазону частот по сравнению с моим безграничным осознанием в его чистом виде. Поэтому мы облекаем себя в эти внешние оболочки, которые принадлежат к диапазону, с которым мы хотим взаимодействовать, в эти тела. Я называю их биологическими компьютерами или космическими скафандрами. Биологическими скафандрами. Чтобы иметь возможность взаимодействовать с этим миром. Но если вы обладаете этим большим уровнем осознания, истинным пониманием того, кем мы являемся, вы осознаете, что я не Дэвид Айк. Люк не тот, кого так зовут. Это имя для нынешнего приключения, опыта, переживаемого безграничным осознанием. И твое безграничное осознание и мое являются одним и тем же осознанием, просто у него есть две точки внимания. Одну из которых зовут Люка, другую — Дэвид. И когда ты понимаешь, что ты безграничное сознание, переживающее некий опыт, это знание может позволить тебе обрести контроль над этим приключением, поскольку ты знаешь, что в тебе есть силы сделать это. Если... И именно здесь заговор, понимаете? Мы можем говорить об этом заговоре на уровне пяти чувств, и я постоянно делаю это, но если мы хотим понять его основы, его фундамент, нам необходимо всерьез углубиться в понимание окружающей реальности, поскольку заговор растет именно оттуда. Мы видим встречи бильдербергского клуба, банковский махинас и все такое прочее, и их нужно расследовать обязательно. Но корни всего этого в его... Святая-святая святых, что достаточно понимать, как устроена реальность, а значит иметь возможность манипулировать населением, которое они систематически вводят в заблуждение и подавляют, чтобы люди не имели понятия о том, как устроена реальность. Если вы понимаете устройство реальности и природу взаимодействия внутри нее, то как мы создаем наше приключение при помощи нашего восприятия реальности, вас может быть очень мало, а население насчитывать миллиарды. Но если вы знаете, как все устроено, а миллиарды нет, вы в мегавыгодном положении с точки зрения власти и манипулирования населением. И последняя вещь, которая нужна руководителям заговора, это население, имеющее расширенное состояние сознания, находящееся в этом мире, взаимодействующее с ним, но не принадлежащее этому миру, в смысле его основной точки обозрения мира. Заговор хочет, чтобы люди были ограничены пятью чувствами восприятия, погружены в этот мир с головой полностью. Зачем? А потому что как только вы оттираете людей от этого фильтра в виде большей перспективы обзора, когда они видят, как соединены отдельные точки, неожиданно соединения между точками перестают быть очевидными. Пять человеческих чувств видят только точки, не связанные между собой. Вот почему основные СМИ, где работают в подавляющем большинстве людей, ограниченные пятью чувствами восприятия, могут говорить о различных элементах этого мира, однако никогда не рискнут соединить их, чтобы увидеть всю картину, а значит их взаимосвязь между ними. Итак, когда вы находитесь в состоянии пяти чувств, перед вами нет этой большей картины этого фильтра, помогающего видеть, что происходит на самом деле, единственное, к чему вы можете обратиться, чтобы найти точку опоры в этом мире, в смысле информации, которую вы получаете ради обретения этой опоры, это только пять чувств. Если вы обретаете этим путем, какая информация приходит по этим каналам? Основные СМИ, система образования, официальная уровня каменного века наука, и я хочу попросить прощения у каменного века за это сравнение, и все остальное, что сыпется на нас. Иначе говоря, вот этот заговор в одной фразе. Сфокусировать людей, внимание людей на пяти чувствах, чтобы они доминировали над всем прочим, а затем программировать это внимание в изоляции от его истинного «я», информацией, в которую вы хотите, чтобы они верили, и восприятие мира, и самих себя, какое вам больше нравится. Все, попались. Мы часто говорим, Люк, о том, что происходит некое пробуждение. Что это значит? Сработал некий будильник, мы открываем глаза и спрашиваем, какой час? Нет. Пробуждение, еще одно близкое слово, вернее, фраза для понятия пробуждения, это расширение, увеличение точки восприятия. Вот что это такое. И когда люди расширяют эту точку внимания, символически это похоже на... Пять чувств — это взгляд на это красное пятно, к тому же размытое. Что происходит? Но когда точка восприятия расширяется, ты осознаешь, что это кирпич, осознаешь, что это стена, осознаешь, что это здание, а затем осознаешь, что это... это город, страна, планета. И вдруг это обретает какой-то смысл. Но большинство людей рассматривает чертов кирпич, говоря, что... это реальный мир. А это в реальности мир, на который мы запрограммированы, в который мы погружены, то есть мы не видим истинной реальности. И немало вещей в этом мире, которые мы в действительности даже не замечаем, не воспринимаем, не понимаем. И многие люди, когда они принимали DMT, говорят, что это помогло им в более глубоком понимании всего происходящего. Вы говорили о DMT прошлым вечером, и говорили о том, что испытали похожие переживания, принимая его. Можете ли вы рассказать о ваших опытах с DMT, и что вы излили из них для себя? Ну, я принимал его в виде айоаски дважды в течение трех дней в Бразилии в 2003 году. С тех пор я не прикасался к ней, не вижу необходимости, но опыт мной пережитый был невероятным. И для меня, то, что люди говорят о том, что DMT перенесло меня куда-то, не думаю, что оно перемещает нас куда-то. Думаю, мы оказываемся с его помощью там, где мы уже всегда находимся. Если мы по-настоящему глубоко в негативном состоянии, ты можешь принять это вещество и пережить реальный, как его называют, бэттрип. А если вы в ином состоянии, вы можете испытать изумительное переживание, мой опыт был просто незабываемым. Я имею в виду... Со мной говорил голос, женский голос, который... Что такое женский голос? О, может, это просто женщина с ним говорила? Нет. Это частота. Это информационное поле определенной частоты. А некоторые частоты вы декодируете как женский голос, а некоторые как мужской. Это сознание общается с нами, и почти определенно так и должно быть, если мы безграничное сознание, это выражение вашего собственного сознания, просто его гораздо более глубокого уровня. И в течение пяти часов голос говорил со мной об иллюзорной природе реальности, и я очень легко мог вспомнить каждое слово еще долго после этого, что было удивительно само по себе. И я оказался в каком-то месте, я пытаюсь описать это человеческим языком, оказался в каком-то месте. Это очень трудно описать. Это, знаешь, это место, которое я ощущал как нечто за пределами сферы волновых форм, поскольку все, что имеет форму колебаний, вибрации, и это просто невероятно, Люк. Это одна из многих ошеломляющих фраз, которую сказал мне этот голос. Когда все началось, она сказала, «Мы перенесем тебя туда, откуда ты пришел, чтобы ты лучше понял, где находишься сейчас и куда возвращаешься». А затем это повторилось несколько раз в самом начале этих пяти часов, когда только заговорил этот голос. «Бесконечная любовь — это единственная истина, все остальное — иллюзия». И когда вы исследуете околосмертный опыт, все, что с этим связано, когда они оказываются вне собственного тела, мне не попался ни один, кто хотел возвращаться назад, поскольку они говорят об этом невероятном блаженстве, любви и всем таком прочем. В любом случае, я услышал эту поразительную фразу, о которой я говорил, голос сказал, «Бесконечная любовь — это единственная истина, все остальное — иллюзия». Если это волна, колебания, вибрации — это иллюзия. Так? Потому что чистое, бесконечное все, что есть, всевозможность, находится в покое и безмолвии. Люди думают, что все должно постоянно двигаться, чтобы представлять из себя что-то, и на самом деле безмолвие — это весь звук, это всевозможность, ожидающая возможность обрести форму. То есть, когда я начинаю говорить, я выбрал из этой бесконечной всевозможности звуков, я выбрал слова, которые сейчас произношу, и когда я замолкаю, если забыть про уличное движение, все возвращается обратно к безмолвию. Все содержится в безмолвии, и я переживал это как безмолвное спокойствие, как безграничную точку внимания, которая приняла форму — это звучит действительно странно, но если бы вы испытали это, вы бы знали, о чем я говорю. Я видел ее как сияющую черноту. Сияющую черноту. Недавно, годы спустя, примерно год назад, один доктор, его зовут Эббен Александр, он жил, по-моему, в Нью-Йорке, и был нейрохирургом, наверное, он ему является до сих пор, и он был одним из этих упертых материалистов. Он даже так и написал в своей книге, что был одним из подобных людей. Естественно, иногда сталкивался с историями об околосмертном опыте, занимаясь хирургической практикой. Люди рассказывали ему о том, что с ними происходило, а он говорил им, что это весьма интересно, хотя и чушь полная, но интересно послушать. Он был полностью согласен с официальными научными объяснениями, это невозможно. Физическая реальность — единственная, которая существует. А потом он заболел. Это была одна из форм менингита, настолько опасная, что отключились все отделы его мозга, за исключением самого примитивного уровня, который позволял ему цепляться за жизнь. Этот человек, по сути, умер на семь дней. И вот что интересно из того, что он пишет. Когда люди рассказывают об этом, а их уже миллионы и миллионы, когда они рассказывают об околосмертном опыте, официальная наука продолжает заявлять, «Это невозможно!» Я не знаю, пожалуйста, господи, спаси нас от науки, а? Ладно. Происходит то, что они просто видят, искаженные восприятием переживаний из этой части мозга, не более того и прочая мантра. Что ж, эта часть мозга, в его случае, полностью отключилась. Она не работала. А значит, то, что он видел, не исходило оттуда. Он выжил. Хотя шансы были минимальными. Это было практически невозможно. И это было определенно почти абсолютно невозможно, чтобы, выжив, он остался более чем овощем. Но он полностью восстановился после периода реабилитации и, вернувшись к нормальной жизни, написал об этом книгу, ставшую бестселлером. Зачем я рассказываю эту историю? Очень интересную, как мне кажется. Потому что, когда он впервые покинул свое тело, и с ним самим случился околосмертный опыт, он оказался в неком месте. Я пишу об этом в своей новой книге, которая выходит осенью. Он попал в классическое царство демонов и тех, кого я называю архонтами, рептильными существами и так далее. Он на самом деле говорит, что видел рептилий, суетившихся вокруг него. А затем спустился луч света, и его забрали оттуда. И сквозь то, что он назвал вратами, он попал в это поразительное блаженное место. И все такое до тех пор, пока... Я не возвращаюсь к тому, с чего начал. Ему дали возможность пережить встречу с высшим разумом, источником всего. И знаешь, как он называет его? Ослепительная темнота. То же самое, что пережил я сам. И эта ослепительная темнота просто завораживает, потому что это все, что есть, было и когда-либо будет. А мы выбираем из этой всеобщей потенциальности, всевозможности, миры, имеющие определенное выражение этой потенциальности. Этот мир один из них. И таким образом этот опыт с Айуаско, с DMT, был исключительно важен для меня, поскольку то, что я сделал после этого, а я, когда исследую что-либо, не хватаюсь за первое же доказательство, успокаиваясь на этом, я, вернувшись в Англию, изучил, что говорит об этом официальная наука в разных ее дисциплинах, чтобы убедиться, не смогу ли я подтвердить, что сказанное мне было правдой. Я проверил все досконально, и тогда ты достигаешь этой стадии. Когда ты осознаешь, что реальность является иллюзией, ты можешь продолжать взаимодействовать с этой иллюзией, жить в ней, но ты знаешь, что это иллюзия, а иллюзии в состоянии контролировать тебя, только если ты считаешь их реальностью. Вот почему столь важно понимать, что природа нашего мира, ведь мы пока считаем ее плотной, твердой, и все, что из этого вытекает. Что означает твердый? Ограниченность. Это невозможно, и все же, это не более чем голографическая проекция безграничной всевозможности, которая исключительно эластична и может быть изменена в любой момент. Это поразительно, это изумительно, потому что, как только люди узнают, что DMT является естественно вырабатываемым химическим соединением человеческого мозга, он синтузируется, когда вы спите, а когда вы переходите в мир иной, он выбрасывается в мозг в большом количестве, можете принимать его в физической форме и проследить, что происходит. Со мной случилось очень похожее переживание, просто ослепляющая темнота, затем некая дама сказала мне то же самое, что любовь — единственный ответ на все, любовь — единственное решение. Звучит как сумасшествие, как безумие, но мир явно представляет из себя больше, чем мы о нем знаем сейчас. Да, и это интересный момент, поскольку, когда ты смотришь на людей, на так называемые исторические фигуры, жившие давным-давно, например, Леонардо да Винчи, еще одного, жившего после него в Италии, чуть позже, пару десятилетий спустя, Джордана Бруно, да Винчи большинство людей помнит как художника, написавшего Моно Лизу, но этот человек был абсолютным технологическим гением. Я видел документальные фильмы о нем, а он жил 500 лет тому назад. Были обнаружены его записи, и что интересно, крупнейшая коллекция его рисунков и прочего находится в Виндзорском замке, а владельцем одной из его записных книжек является Билл Гейтс. Я имею в виду, что эти люди знают немало о подобных вещах, они просто скрывают их от нас. И в этом документальном фильме они взяли его чертежи и технические описания из его записных книжек и попытались собрать это. И это все работало. Сикорский, разрабатывая свой вертолет, изучал, по его словам, работы да Винчи, касавшиеся этой темы, поскольку да Винчи был одержим полетом. И первый пример бронированного средства передвижения, вроде танка, также был нарисован и разработан им 500 лет назад. Еще одна интересная вещь, что в это время не существовало практики авторского права, поэтому всегда присутствует какая-либо фундаментальная ошибка в каждом чертеже, представленном в этой записной книжке, во всем, что он разрабатывал. Он специально брал одну из деталей и изображал ее перевернутой. Так что, если бы кто-либо нашел его записи, он бы не знал, как построить механизм. Он бы не работал. Только сам да Винчи знал этот секрет. Почему я рассказываю эту историю? Зачем я хочу вкратце поговорить о Джордано Бруно, кто был сожжен на костре Инквизиции в 16 веке за то, что утверждал о существовании множества миров и поддерживал идею, что Земля вращается вокруг Солнца и так далее. Эти люди, когда ты читаешь то, что они писали, оказывается, настолько были впереди своей эпохи. Люди говорят о подобных да Винчи, даже сегодня, что он опережал свое время на сотни лет. Это не так. Это не так. Он был вне времени. Так? Это ключ к пониманию подобных вещей. Мы находимся в этом диапазоне частоты, о котором я говорил, в диапазоне пяти чувств восприятия. Большинство людей ограничены этим диапазоном, который является диапазоном энергии или иначе диапазоном информации. Если ты можешь расширить свой разум и выйти за его пределы, к этим более высоким сферам, ты получаешь доступ к другому уровню информации, вдохновления, озарения и понимания. Мы представляем себе линейное развитие. Каменный век, средние века, викторианская эпоха, сегодняшний день. Мы видим перед собой эту прогрессию, являющуюся просто цепочкой событий в рамках этого крошечного диапазона частот. Этот уровень осознания всегда ждет нас там. И он всегда там был. Во времена каменного века. Если бы кто-либо расширил свой разум, он также мог бы достичь этого уровня озарения. И эти люди, да Винчи и Бруно, в свое время, когда основная масса людей была столь забита в то время, потому что религия до предела ограничивала чувство восприятия людей, они получали доступ к сферам, где это знание уже присутствовало. И когда они извлекали его из невидимых сфер на свет Божий и считали опережающим свое время, хотя у них просто был доступ к этой своеобразной библиотеке. Поэтому если ты говоришь о женском голосе, утверждающем, что все любовь, и я говорю о женском голосе, сообщающем о том же самом, я вижу эту сверкающую темноту, и ты видишь эту сверкающую темноту, и Эбин Александр видит эту ослепляющую темноту, все, что ты делаешь, это расширяешь свой разум и переходишь на тот уровень реальности, где ты можешь испытать подобные вещи и получить озарение с их помощью. Это так просто. Но самый страшный кошмар заговора — люди, достигающие этого уровня, потому что так они обнаружат этот самый заговор, поэтому необходимо ограничить их этих миром. Вот в чем вся соль. Вот при чем здесь микрочипы. Трансгуманизм — дело во вживлении микрочипов и интеграции технологий в человеческое тело. которое перестает выполнять свою исходную задачу, состоящую в помощи душе при исследовании этой реальности и взаимодействии с ней, но также позволяющие сознанию выходить за пределы пяти чувств. Они хотят помешать второй части процесса, вот при чем здесь микрочипы, они придуманы ради многих вещей, но ради этого однозначно. Впечатляющие вещи. Я знаю, мы должны были ложиться в пять минут, но пять минут маловато для моей словесной диареи. Поразительные вещи. Я просто хочу поблагодарить вас за все. davidike.com Загляните на сайт. Просто невероятно. Я это очень ценю. The People's Voice. Он тоже на нашем телеканале.